Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале про цветок. С вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. Сегодня мы поговорим с вами о розах. Этот цветок, который растет на новых участках. Сейчас, в преддверии зимы, есть работы, которые обязательно необходимо сделать, для того, чтобы розы в следующем сезоне радовали вас своим пышным свечением. В частности, в каких вопросах, какие работы надо сделать? Ну, во-первых, провести санитарную обрезку. Ее надо сделать обязательно в эту пору. Также ваши розы будут необходимо обработать. Профилактическая обработка щения роз, значит, не даст возможность спорам болезней и самим вредителям остаться под нашими розами. Очистим почву, значит, что наши розы будут здоровее. Ну и третий вопрос, который надо обязательно пару слов сказать, это зимнее укрытие роз. Потому что для разных местностей оно будет проводиться различными способами. Ну, давайте по парадочку. Давайте по парадочку начнем. У нас розы как бы осень, уже октябрь месяц, время не раннее. Так вот, на некоторых розах из-за болезней у нас попростали молодые побеги. Попростали молодые побеги. Они уже никогда-никогда не вызывают, не древеснеют. Зимой они вымерзнут, они напрасно будут забирать питание. Поэтому мы сейчас что сделаем? Розы уже отсевели практически. Ну, где-то цветочки что, остались, конечно, но это не страшно. Мы берем все невызросшие побеги, вырезаем. Берем все каторжи, вырезаем все невызросшие побеги. То, что молодое отросло, мы до основания, как бы, до куда оно отходит, все вырезаем. Потому что они вымерзнут, и нам нет смысла, чтобы инфекция оставалась в нашем кусте. Далее мы вырезаем все тоненькие веточки. Есть тоненькие веточки, очень тоненькие, очень слабенькие. Они, конечно, только будут забирать питание. Они полноценное цветение и на следующий год не дадут. Мы вырезаем. Далее вырезали мы эти побеги, такие тонкие, все тонкие, заушающие. Мы все повырезаем. Вырезали, значит, уже нашему кусту легче. На кусте осталось где-то 5, может, 6 веток. Ветки хорошие, толстые, то есть те, которые могут зимовать. Следующая операция, что обязательно надо сделать, это не ждать морозов. Эти ветки надо укоротить. Ну, насколько укорачивать? Значит, сильно укорачивать до земли, где-то вставлять 15-20, не стоит. Почему? Потому что в ветках находится запас питательных веществ. И вот если мы коротко делаем очень сильную обрезку, мы запас питательных веществ уменьшаем. Поэтому наши розы будут зимовать хуже. Мы оставляем где-то сантиметров, около 40 сантиметров. Около 40 сантиметров по высоте от основания земли мы побеги оставляем. Потом, что еще сейчас можно сделать? Сейчас пока плюсовые температуры у нас держатся. Особенно в дневные поры, если уже у вас ночные есть минусовые, дождитесь плюсовые температуры днем. Что надо сделать? Для того, чтобы легче было укрыть кусты, мы их можем связать. Просто берем так, связываем, шпагатом, то ли тачемкой какой-то, мы берем, связываем кусты. Почему надо связывать сейчас, пока тепло? Потому что потом, когда встанут мороза, связать нам не удастся. Розы просто будут хрупкие побеги, они будут просто-напросто ломаться. Вот учить этот момент. Лучше сохранить побегов, если вы их свяжете заблаговременно. Связали побеги, но наши уже как бы розы частично готовы к зиме. Ну, начинаются заморозки. Начинаются легкие заморозки, может минус 2 быть по ночам, минус 3. Не волнуйтесь, для роз это не страшно. Это будет способствовать их лучшей закалке. Ну, вот такие температуры более низкие способствуют чему? А способствуют листопаду. То есть листопад, у нас опадают листья. Опадают все листья на землю. Падают листья на землю. Все, наши розы можно обрабатывать. Ну, как бы всюду написано, что вот старайтесь убрать всю больную листву с под роз. Это как бы многие стараются. Стараются сделать, хотя это не всегда возможно. Потому что, во-первых, есть большие кусты, где невозможно достать самого куста. Ну, куст, если большой, со средины те листья не достанешь. Вот. Но я считаю, нету смысла. Мы наши розы просто-напросто лучше обработаем. Обработаем розы. Обработаем не только побеги, но и обработаем землю вокруг роз. Значит, для того, чтобы эта листва перегнила, и чтобы эта инфекция не расплотнялась по почве, очень полезно будет ваши розы полить раствором аммиачной селитры. Из расчета 1 кг на 10 кг воды. Пролили всю почву с этими опавшими листьями. Значит, аммиачная селитра сожжет из споры болезни. Она там повредит многих вредителей. И вдобавок, что сделает? Эта листва, которая покрылась азотом, начнет быстро разлагаться. И буквально в течение месяца эта листва сгниет, от нее не останется следом. То, что так же, как и от инфекции. Ну, а самый ствол, чем мы будем обрабатывать? Ну, самое, конечно, доступное и простое, что вам не надо химить, если сложно, но сильно, это железный купорос. Именно не медный, а железный. Железный купорос в концентрации 600 грамм на 10 литров воды прекрасно почистит все наши побеги от всех возбудителей болезней. Поэтому черная пятнистость, которая часто встречается в наших кустах, если мы сделаем уже осеннюю обработку железным купоросом, то этой марсонии или черной пятнистости на кустах станет гораздо, гораздо меньше. Не забывайте об этом. Ну, вот, потом проходит, как бы, еще время. Пройдет время, и температура еще понизится. Уже дневные температуры станут плюс 2, плюс 3, начнем, что ниже. Вот тогда и приступаем к зимнему укрытию роз. Варианты укрытия роз масса. И что нам надо выбрать? Что подходит? Вот я свой опыт расскажу. Что-то у нас в условиях Беларуси, центральной части Беларуси, у нас розы можно укрыть или еловым лапником. Это если у вас близко лес, там и достаточно там гелия растет, это самое. Ну, конечно, посоветуюсь с лесниками, где проводятся вырубки, там набрать лапника и укрыть розы лапником. Это прекрасно их предохраняет. Вот. Также можно розы, кроме лапника, укрыть даже ветками, любые ветки. Ну, плетистые розы опускают на землю. Так вот, самая большая ошибка наших моих дашников в чем? Опускаются розы и ложатся на голую землю. А вот делать так нельзя. Надо подложить или какие-то досрежки, или ветки, и побеги роз уложить, для того, чтобы снизу ходил воздух. Была вентиляция. Если будет вентиляция, значит, наши побеги не запреют это раз, и не будут развиваться болезни. А от земли эта сырость идет, и будут развиваться болезни, которые мы сами себе развиваем зимним укрытием. Ну и далее. Нет лапника, это тоже не беда. Спонбонд, спонбонд есть в продаже. Берем толстый спонбонд, и берем наши побеги, просто наш куст закручиваем спонбондом. Можно сделать типа колпака здесь. Ну и завязываем шпагатом, чтобы ветер, конечно, не сбросил. Все, наши розы защищены будут. А корневую систему что мы сделаем? Можем подокучить землю. Подокучить землю. Можно засыпать корневую систему торфом. Можно засыпать опилками. Только учтите, что эти материалы должны быть сухими. Потому что если мы засыплем мокрыми опилками, если мокрым торфом, или даже мокрым листом, значит, эти материалы станут провоцировать развитие болезней. И эти побеги у нас просто-напросто могут почернеть. Мы можем погубить свои розы. То есть только в сухом виде. Даже тот же пирогной, только в сухом виде. Листва только сухая, только такая используется для укрытия. Ну а садоводы, которые у нас уже в северной части Белоруссии, их укрытие уже будет несколько сложнее. Почему сложнее? Потому что, прадоваясь красотой, там немного другие температурные условия, уже придется сделать воздушное ское укрытие. Смысл его очень простой. Значит, делается короб, деревянный короб ставится на розы. Потом укладываются ветки, чем-то прижимается, чтобы они не поднимались. И потом сверху конструкция прикрывается спанбондом, а далее полисиленовой пленкой. Но запомните, если вы будете использовать такое укрытие, значит, торцы обязательно должны быть открытые. Почему? Если вы, значит, под этим укрытием будет сухое. Почему называть сухое? Очень сухо. Очень сухо будет. А раз сухая почва, значит, раз сухо, значит, будет высыхать почва. Так вот, атмосферная влага будет заходить через торцы и не даст высыхать нашим побегам роз. Я признаюсь, что когда-то в молодости, тоже еще по неопытности, точно так же, используя такой же короб, взял и укрыл листом, укрыл пленкой. Вот. И мне казалось, что мои розы прекрасно перезимуют. Пришла весна, когда я их открыл, они все были высушены, именно земля была сухая-сухая, они были высушены морозом. Реанимировать их уже в дальнейшем не удалось. Поэтому учтите, что атмосферная влага должна заходить, чтобы ваши розы жили. Не закрывайте наглухо торцы. Через торцы должен поступать воздух, который будет немного регулировать и увлажнять атмосферу вокруг ваших роз. Так что, какой способ вам подойдет, смотрите, исходя из своих климатических условий. Я объясняю, что самое легкое – это в центральной части Белоруссии, в южной части Белоруссии, несколько сложнее в северной части Белоруссии, ну и, конечно, по регионам, которые похожи по климату. Ну, в более южных районах, конечно, это самое может быть достаточно просто, напросто окучить. Потому что, знаете, что большинство сортов роз как бы выдерживают заморозки к откровлению до минус 17 и минус 25 градусов. А если учесть, что у нас уже бывает снеговой покров, поэтому, если корни окучены, корневая система сохраняется при окучивании даже обычной землей, а ветки выдерживают мороз, правда, немного подмерзают. Если вы сделаете эти работы, то есть, напоминаю, удалите все невызревшие, все тонкие побеги, обработайте розы, обеспечьте их зимним укрытием, на следующий год они вас порадуют прекрасным цветением. Но не забывайте, что весной и что раз придется розы обработать от болезней. А как это сделать, как изнать болезни, как изнать вредителей, смотрите за нашими роликами, об этом мы еще расскажем. До новых встреч, подписывайся на наш YouTube-канал. До свидания.